Добрый день, в эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым и у нас в гостях Андрей Ким, продюсер, сценарист и начинающий режиссер фильмов для детей и про детей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Юрий. Ну вот, Андрей, какие самые известные проекты? Я, насколько знаю, это фильм «Снежинка», это был ваш дипломный проект, и фильм «В шаге от моря». Ты готова, куколка? Я Снежинка, смотри, какое мне мама платье сшила. Сшила? Когда? Сегодня ночью. А мы в стюле, что ли? Ага, правда красивая. Я Коля, Коля Пырченко. А ты рад, что я себя нашел? С фильмом «Снежинка» это был мой дебют, точнее наш дебют, я бы так сказал, продюсерский, с двумя еще прекрасными продюсерами, Наталья Бочарова и Оксана Лохно. Это был наш продюсерский дебют в академии, в Нью-Йоркской киноакадемии в Москве, которые были. Но там я дебютировал в том числе с своим соавтором, с Максимом Воскобоевым, как и сценаристом. То есть получается двойной дебют был. А «В шаге от моря» это уже наш дебют с Максимом как режиссеров, получается. То есть мы и сценаристы, и режиссеры. Я в том числе и режиссер монтажа. Сколько людей его увидели? Его увидела практически вся Россия. Я думаю, на фестивалях мы были практически на всех детских фестивалях, которые существуют как в России, так в странах СНГ. Мы заняли более 50 призов. Львиная доля этих призов получила наша актриса Женя Хамжукова, которая сыграла главную роль. Она вот как главную актрису получила огромное количество призов. А эта девочка вот как раз у нас Снежинка, которая у нас играла Дуня. Ну, если говорить о Снежинке, фильм такой добрый, сказочный. Я думаю, таких фильмов мало очень. Почему-то сейчас не хотят сценаристы, режиссеры, продюсеры лезть с головой окунуться в сказки, в детское позитивное кино. Как вы думаете, из-за чего это происходит? Вы знаете, недавно прошел круглый стол, на котором я был. Ну, да, вы как раз были одним из организаторов этого круглого стола. Там сказали ужасную вещь. Ужасную вещь, как я думаю, то, что якобы детское кино является гетто для неудачников и дебютантов. Да, я дебютант, но не считаю себя неудачником. И вообще я считаю, что фильмы для детей и про детей должны снимать очень хорошие профессионалы. Профессионалы как в сценарном мастерстве, как в драматурге, профессионалы как режиссеры, так и операторы. Потому что на данный момент очень сложно захватить внимание ребенка чем-то. А ты представь, что все в зале с горшками на голове сидят? С горшками? С горшками. Там также прозвучала такая сомнительная история о том, что детям нужен только аттракцион. Я считаю, что нет. Если есть хорошие истории, если есть в кадре прекрасные дети, которые прекрасно играют, и дети, которые ассоциируют себя с этими детьми, то все замечательно происходит. У нас в Снежинке не было ни одного аттракциона. Мы показывали детям как раз дошкольникам. Я показывал Снежинку в детском саду детям от трех до шести лет. Все были поражены. Конечно, я увидел тем, что когда на экране у нас Дуня, девочка сама, они прилипают к экрану. Как только она выходит из кадра, буквально две минуты максимум дети еще держат какое-то внимание. А после этого они просто теряются уже во взрослых смыслах. Я считаю, что детям, возможно, нужен не аттракцион, а именно такие детские истории про них и для них, где как раз-таки дети сами будут рассказывать о своих взаимоотношениях, о своих переживаниях. И то, что им нужно, они сами с экрана будут говорить своим же сверстникам на понятном им языке фактически. В первую очередь, детское кино — это сказки. Нужны сказки снимать? Или давайте смотреть то, что мы сделали раньше? Нужны сказки и нужны сказки в новом формате. К сожалению, даже по своим детям за все это время, уже получается за 10 лет моей дочке 10 лет, сыну 8 лет. За это время я понял то, что сказки, на которых выросли мы, они, конечно же, прекрасны. Ро, Быков, да, то есть это прекрасные режиссеры, и они делали прекрасные сказки. Но восприятие ребенка немножко поменялось на данный момент, да, плюс еще технологии новые и так далее. И я думаю, то, что нам нужно снимать сказки в новом формате, с новым подходом. С подходом таким, то, что дети уже не могут сидеть и смотреть длинные кадры больше, чем 3-4 минуты. Да, им вот нужно, чтобы смена сюжета, смена кадра не происходили там внутри 2-3 минут. Мы не говорим просто о таком диком, бешеном монтаже каком-то. Нет, мы не говорим о монтаже, а именно о сюжете, о поворотах. О том, что нам нужно становиться намного профессиональнее. И сказки обязательно должны быть, обязательно, я считаю. Вот, я считаю то, что когда нам в детстве читали сказки, а такое было, когда родители с детьми, это была уже прекрасная традиция, когда вечером после, там, я не знаю, спокойной ночи малыши мы садились и читали какие-то сказки. И мне мама, иногда и папа читали сказки. И когда я слышал там про богатырей, про этих прекрасных, сильных духом, самое главное, умных, и сильным, сильным телом людей, которые могли защищать родину, то есть они своим духом уже говорили о любви родине. Хотелось подражать сначала богатырям, потом дальше рассказы приключенческие, то есть захватывали там. В нашем детстве мы хотели быть кем? Космонавтами, я не знаю, путешественниками, геологами и так далее, разведчиками. Играя там в войнушку и быть на стороне немцев, да, все всегда отказывались от этого, никто не хотел это делать. Опять же, фильмы были прекрасные про, в том числе и детей, которые на войне совершали героические поступки. А нужно с новым технологиям взять, возможно, там, у Голливуда, у Европы, у Англии, все новое, то, что они имеют, как они это рассказывают, и подать нашим, фактически, российским, русским менталитетам, и рассказать об этой широкой душе немного по-другому. Андрей, ну вот, например, если бы такая была возможность, ну, у вас выбрать, снять хорошую комедию, хороший триллер или хорошую сказку для детей, что бы вы сделали? Я думаю, я бы немножко соединил бы детектив-комедию и сделал бы все-таки сказку. Как бы так, потому что здесь как раз-таки без юмора рассказывать историю, ну, уже немножко неправильно. У нас в гостях был Андрей Ким, начинающий, но успешный продюсер, сценарист и режиссер. Который мечтает снять хорошую, добрую сказку для детей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok